Кто стёр мои сейвы? О событиях в мире компьютерных и прочих видеоигр. И сегодня всего три темы. Во-первых, Сид Мэйр просит не забывать серьёзных игроков. Во-вторых, традиционный стиль разработки и дистрибуции не работает. Ну и в-третьих, как заставить поверить в виртуальную реальность. Как всегда, все материалы подготовлены с помощью сайта Compulenta.ru, а за видеооформление спасибо Кермариэлю. Ну что, приступим? Сид Мэйр просит не забывать серьёзных игроков. Дедушка Сид Мэйр, мобильный, но не казуальный разработчик, утверждает ресурс Games Industry, пообщавшийся с живой легендой геймдизайна, на тему эволюции игропрома и адаптации к этим изменениям. Ну, глупо перечислять работы Сида. Их знают все, кто регулярно тратит хотя бы несколько часов в неделю на игры. В современных условиях ему тоже приходится адаптироваться к стремительно меняющимся тенденциям. Мэтр уже ступил на поле социальных игр, выпустив Facebook-адаптацию Civilization, а теперь пробует силы на рынке мобильных игр со стратегическим продуктом Ace Patrol, посвящённым воздушным боям. Но что Сид Мэйр думает об этом рынке? Об условно-бесплатных играх и индустрии в целом? Будет ли его имя иметь тот же вес в новых условиях? Геймдизайнер полагает, что сможет сохранить себя и здесь, но это не значит, что его проекты пройдут незамеченными массовыми пользователями. Серьёзные игроки, рассуждает девелопер, есть и на мобильных платформах. Их нельзя назвать хардкорной аудиторией. И лучше всего такие люди описываются англоязычным термином CoreGamer. Мы наблюдаем ситуацию, когда многие айпадовладельцы, пользователи мощных смартфонов и подобной техники пытаются найти интересные стратегические проекты, схожие с теми, в которые они играли на персональных компьютерах и консолях. Это и есть серьёзные игроки, грубо говоря. Ядро индустрии, которое не опустится до виртуальных ферм и иных подделок. На эту аудиторию и ориентируется Сид Мэйер. Но как он обойдёт проблему открытия игры? Как донесёт до потенциальных покупателей информацию о своём продукте? Безусловно, есть такая трудность, рассказывает господин Мэйер. Надеемся, поклонники узнают, что наши игры доступны на айфон и айпадах. И, возможно, расскажут об этом своим друзьям. Это поможет проектам пробиться. У каждой платформы свои собственные проблемы и преимущества. Я не собираюсь превращаться в мобильного разработчика. Моя задача – заинтересовать пользователей персональных компьютеров и консолей новыми платформами. Многие компании, вступая в область мобильных развлечений, меняют свои принципы, забывают об игроках, бросаясь в кучину массового рынка. Такие потребители ненадёжны. По мнению Сида Мэйера, казуальная публика непостоянная и может приходить и уходить. Мы видим, что рынки социальных и мобильных игр то растут, то резко падают. В отличие от них, обычные игроки никуда не деваются. Они будут основой индустрии ещё очень долго. Наша цель, считает Сид, следить за этой аудиторией, мигрировать вместе с ней на новые платформы, сохраняя при этом прежнее качество проектов. Как это соотносится с условной бесплатностью? Аудитория персональных компьютеров не привыкла к таким механизмам оплаты. Во-первых, дело привычки. Во-вторых, порой неумелые разработчики в какой-то момент превращают условно-бесплатную игру в денежный насос, где без постоянной оплаты не сделать и шага. Путь господина Мейера — отказ от микроплатежей в пользу некоего подобия демо-версии, которая после однократной оплаты превращается в полноценную игру. На персональных компьютерах давным-давно реализован механизм «поиграй в демо, потом купи». Разработчик говорит, что они решили, что это сработает и на гаджетах. Какое-то время вы играете без ограничения, а потом просто разблокируете оставшуюся часть проекта. Встраивание монетизации в дизайн вашей игры не отличается удобством. Сид Мейер поясняет, что его команда не хочет, чтобы эти аспекты — дизайн и микротранзакции — конфликтовали, когда приходится выбирать между заработком и неким свежим дизайнерским решением. Да, чтобы сделать игру увлекательной, Сид Мейер собирается поступать именно так, и уверен, что в долгосрочной перспективе такой подход привлечет куда большую аудиторию. Цель монетизации — помочь игре стать более увлекательной. Нужно максимизировать веселье, ведь именно в этом задача любой игры. Как этого добиться? Так а дизайн на что? По словам девелопера, сейчас именно мобильные продукты предлагают максимум творческой свободы. Это факт, что на ААА рынке выигрывает тот, у кого самая-самая графика, захватывающий мультиплеер, а также оркестровая музыка, написанная дорогим композитором. Только так можно здесь конкурировать. Как вы понимаете, обратная сторона медали — колоссальные бюджеты на разработку. Это не так плохо, просто слишком много времени будет уходить на аспекты, которые имеют к дизайну весьма опосредованное отношение. На тех же iOS-гаджетах, поясняет Сид, мы можем получить отличную картинку, но при этом уделить дизайну, программированию, искусственному интеллекту и интерфейсу гораздо больше времени. Господин Мэйр до сих пор много программирует, и, по его словам, ему и его команде требуется меньше года, чтобы выпустить отличную мобильную игру. Впрочем, и от персональных компьютеров он не отворачивается. Все зависит от идеи, которой он увлечется. Его следующим проектом может быть игра для персональных компьютеров, iOS или больших консолей. В Firaxis, уточняет Сид, их подталкивают к работе не платформы, а новые задумки. Так что ждет славную студию в будущем? Может кикстартер? После того, как многие видные девелоперы обратились к краудфандингу, логично предположить, что и Сида заинтересует такой подход. Но, скорее всего, этого не случится. Руководитель Firaxis говорит, что кикстартер не очень-то гибок, оттого не подходит его стилю разработки. Вы должны убедить игроков заранее заплатить за концепцию, но это значит, что вы ставите себя в рамки анонсированной игры. Сид говорит, что он наслаждается возможностью на лету менять концепцию и адаптировать ее по своему усмотрению. В общем, он рад, что 2K Games ведет весь бизнес и занимается тем, что ему не по душе. Традиционный стиль разработки и дистрибуции не работает. Студия Tryon распрощалась с частью сотрудников. Не потому, что они не нужны, нет. По мнению бывшего генерального директора Скотта Хартсмана, существующая схема производства и распространения ААА игр больше не работает. Одна из серьезнейших проблем – колоссальный рост бюджетов. Рынок ААА игр впал в застой. Новинки редки. Игроков в основном кормят конвейерными продолжениями крупных серий. Разработчики и издатели больше не рискуют. У них явно выраженная медвежья болезнь. Что случилось с игропромом? Слово бывшему генеральному директору Tryon Worlds Скотту Хартсмену. Господин Хартсмен отреагировал на информацию об увольнениях в своей бывшей компании необычно. Многие аспекты игровой индустрии безнадежно сломаны, заявил девелопер. Ну ладно, а если более детально, что именно не нравится Скотту? Собственно, производство многопользовательских игр, всеобщая любовь к условно-бесплатным проектам, отношение к сотрудникам как к расходному материалу. «Я не знаю ни одной компании, которая бы так ужасно относилась к своим работникам», рассказывает Скотт. Никто не хочет рассматривать своих сотрудников как одноразовых разработчиков. Даже компании, которые в умах обывателей воспринимаются как зло. Я думаю, что проблема в фундаментальных основах ААА-разработки. И тут все равно о многопользовательских играх мы говорим или о других жанрах. Именно поэтому и происходят массовые увольнения. Основная проблема – огромные бюджеты на разработку. Достигнута такая точка развития, когда игры должны быть блокбастерами, чтобы удовлетворить все звенья индустрии – разработчиков, издателей, производителей сопутствующих товаров, дистрибьюторов, торговые точки и в какой-то мере держателей платформ. Речь, конечно, о консолях. Такая же модель действует в кинобизнесе, но в играх она уже перестает работать. Экс-руководитель Tryon полагает, что все было хорошо до тех пор, пока компании могли компенсировать свои ошибки, учиться на них и в будущем делать все правильно. Увы, бюджеты растут. Причем увеличение стоимости разработки носит чуть ли не экспоненциальный характер. В результате все меньше и меньше производителей могут позволить себе ошибаться. Единственный выход для остальных – уходить из ААА-бизнеса. В противном случае малейший просчет может обернуться банкротством. Если говорить о многопользовательских играх, которыми занимается Tryon, альтернативой может стать перевод проектов на условно-бесплатную модель распространения. Хотя это не так-то просто, как кажется, особенно если изначально планировалась ежемесячная подписка. Скотт Хартсман полагает, что это чревато бездной работы и скрупулезным анализом. Или просто добавить цифровой магазин и ждать прибыли? Нет, так не получится. Необходимо проанализировать свою аудиторию и добавить именно те платные сервисы, которые ей понадобятся. Разработка free-to-play игр тоже уже устарела. Зачастую используется такой подход, когда девелоперы делают игру, а менеджеры решают все бизнес-вопросы. По мнению господина Хартсмана, такой подход в ближайшее время просто обязан эволюционировать. Разработчикам стоит побеспокоиться о бизнесе, а управленцам надо познакомиться с разработкой. Думаю, только так можно будет по-настоящему сориентироваться на потребителей и минимизировать риски компаний, пояснил Скотт. Главное, не переборщить с монетизацией. Если весь игровой дизайн подчинить заработку, считает господин Хартсман, создать интересную игру не удастся. Более того, это попросту отпугнет игроков и оставит разработчиков вообще без средств. И самый сложный момент. Сделать так, чтобы пользователи захотели платить и при этом понимали, что им никто ничего не навязывает. Как заставить поверить в виртуальную реальность? Просто ли создать достоверный виртуальный мир? Давайте спросим об этом у Себастьяна Кунца из I'm in VR, который собаку съел на виртуальной реальности. Нет, виртуальная реальность дается большой кровью, отвечает Себастьян. И дело тут не только в технологиях. Да, они пока не позволяют создать то, о чем мечтают фантасты и обычные игроки. Полного погружения в виртуальный мир, когда вы окончательно теряете ощущение реальности, добиться, если и удастся, то не очень скоро. И вот почему. Казалось бы, возьмите очки Oculus Rift, подключите их к игре, в которой реализовано отслеживание движений головы, и все? Нет. Виртуальная реальность – это не только визуализация и отслеживание движений, но и ощущение присутствия в компьютерном мире. Вы должны постоянно контролировать погружение пользователя. Вам нужно обмануть его мозг и заставить его поверить, что вокруг иная реальность. Если это не удается, значит вы где-то ошиблись, замечает господин Кунц. И впрямь добиться таких ощущений очень сложно. Как считает Себастьян, правильные чувства придут к пользователю только тогда, когда вы на славу потрудились над дизайном приложения, включая, разумеется, игры. Но что вообще представляют собой виртуальные миры? Чаще всего они воспринимаются как 3D-пространство, взаимодействующее с игроком посредством специальных очков или дисплея, закрепляемого на голове. Разрабатывая подобную игру, в первую очередь нужно понять, зачем вам виртуальная реальность. Помните, что 3D-картинка не всегда интересна. То же относится и к технологии виртуальной реальности. Если эффект присутствия не нужен, то и технология бесполезна. Явные претенденты на виртуальную реальность – шутеры от первого лица и все игры с видом из глаз. То есть проекты, в которых вы чувствуете себя героем. Впрочем, по мнению Себастьяна, это не всё. Идеальный выбор – игры, рождающие эмоции. К примеру, с виртуальной реальностью хорроры станут невероятно пугающими. Предположим, разработчик решил попробовать виртуальную реальность. Как ему лучше действовать? Начать стоит с адаптации существующих игр, чтобы понять, как работает технология. Со временем её необходимо развивать, вполне вероятно, даже менять и тем самым дорабатывать жанры. А как добиться эффекта присутствия, о котором говорилось выше? Идеальный вариант, считает Себастьян, – заставить игрока переживать настоящие эмоции и вызывать у него нужные реакции на видеоряд. Когнитивное восприятие и перспектива – вот его ответ. Сочетанием лишь этих элементов можно достичь требуемого уровня погружения. Проще говоря, ваш ум и чувство пространства не должны конфликтовать. Визуализация должна быть такой, чтобы мозг в неё верил. Мозг интерпретирует ощущения, многое домысливает и достраивает картину реального мира. То же самое требуется и от игр, полагает господин Кунц. Технологии виртуальной реальности должны стремиться к тому, чтобы обманывать не только зрение, но и слух, осязание и обоняние. И, конечно, нельзя забывать о происходящем на экране. Себастьян Кунц считает, что как только игра замедлится, из неё исчезнет нечто интересное, пропадёт и эффект погружения. Нельзя давать чувствам расслабляться, чтобы они не начали противоречить умственному восприятию. Ведь тогда ни о каком погружении в виртуальную реальность можно и не мечтать. На сегодня новостей больше нет. Вы слышали Лёшу Халецкого, мой канал Лёша Играет. Кстати, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и делиться видео, а также писать в комментариях, как вам нравятся эти новостные выпуски. Спасибо, что дослушали до конца, удачи вам и играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok